И память их, претерпевших мученическую кончину за Христа, как православных монахов, так созвучна теме страданий Спасителя. В каком подвигоначальник и Спаситель наш через великие страдания и скорбь и крест вошел в славу и силу своего живоносного воскресения, так и собратья наши через мученический подвиг и смерть за Христа вошли в вечную славу воскресения. Жития святых, святых мучеников преисполнены разными повествованиями их жизни. Жизнь их была порой очень-очень разной и не всегда однозначной. И Церковь смотрит прежде всего не только лишь на жизнь человека, но на свидетельство его смерти. Мы знаем множество людей, которые вели, казалось бы, праведную жизнь. Но смерть их была как раз свидетельством иного состояния их души. И люди не всегда благочестивые порой по внешности являли святую кончину. Так важно именно совершить подвиг смерти, которому готовится человек, конечно, всей своей жизнью. Наши братья очень мало прожили в обители, если взглянуть на наших святых предшественников, живших в этой обители прежде в безбожных гонениях. Но то начало, в которое положили они их стремление, желание быть со Христом, было увенчано по-настоящему смертью за Христа и смертью во Христе. Смерть для христианина никогда не может быть скорбью, потому что в Древней Церкви страдания и смерть христианина – это было рождение жизни вечной. А тем более смерть мучеников, умерших за Христа. Наши братья убили, были убиты именно потому, что они были православными монахами. И никак иначе мы не можем рассматривать их, как страстотерпцев. Пусть, быть может, кто-то имел какие-то человеческие недостатки и не успел стать вполне совершенным во Христе. Но мы знаем, что как Христос, умерший за человеческий род, восстал для мечного Царства, царствования в неприступном свете, и всех верующих в Него призывает к этому же у света живоносного воскресения, перед которым бессильны всякие все силы зла. Все то, что разливается ныне в мире, восстает на правду Божию. И жизнь, и прежде всего смерть наших братьев являются свидетельством победы Христа над смертью. Победы Христа над всеми силами ада. И они, как добрый начаток оптинской мивы, были сжаты Богом первыми, чтобы стать добрым хлебом Христовым, принестись в эту жертву, чтобы на основании их смерти, их подвига, их мученической кончины процветала наша с вами духовная жизнь. И пусть их молитвы, то дерзновение, которое обрели и обретают они у Бога, станет залогом исправления нашей жизни, недостаточества которой хватает у всех нас. И пусть Христос, ныне страдающий и умирающий за человечество, чтобы воскресить, восставить, восстановить падший, распленный человеческий образ, воскреснет в силе всего лишь спустя неделю. Так пусть и мы, войдя в подвиг страданий за крестом, научимся любить небо, как об этом говорил наш современник, священноисповедник Сергий Правдолюбов. Если мы не научимся жить интересами неба, если наша жизнь не будет дышать стремлением к небу, то на небе мы задохнемся, нам будет там очень тесно. И пусть широта души, которую обрели во Христе, обиенные братья, послужит это для нас залогом того, чтобы и нам жить во Христе, полагать свою жизнь за Христа, чтобы вечно и с Ним наследовать жизнь вечную, и с Царством с Ним. Аминь. Продолжение следует...